С 1985 года эта стена была внешней, уже потом пристроили гримерки, появился хоровой класс и зал танцев небольшой. Поэтому в джазе только девушки сразу ставят хореографию на сцене, чтобы не ломать рисунок. Не извиняюсь я за свой напор. Есть я и ты. Зачем напрасно? Та-дам-та-дам-та-дам. Столичный хореограф Мария Суконцева последние три недели вместе с труппой работает по 7-8 часов. Почти два десятка номеров за три часа в такой насыщенной танцевальной постановке еще на кузбарской сцене не было. Первый акт, да, это джаз абсолютно. И во втором акте мы переходим в Майами. Это горячие танцы. Здесь у нас уже будет немножко переплетения, здесь будет и латино. Ну, понятно, без лирики, без любви мы никуда не обойдемся, поэтому будет и очень много красивого. Но, а красивая все-таки эпоха джаза, она подразумевает блюз. Есть роли, где ты выходишь вот в начале и в конце только выдыхаешь. И здесь вот главные герои, вот как они одели, взяли чемоданы, саксофоны, контрабасы. И только в конце, через два с половиной часа они снимут эти каблуки. Еще летом труппа встретилась с московским режиссером-постановщиком Николаем Покатылов впервые в Кемерово. За ее плечами около четырех десятков опера, оперек, мюзикл и комедий в регионах. Настроение, мы сейчас, ну, ничего, мы не подходим, смотри, мы же классные ребята. Ребята очень хорошие, но они просто привыкли работать немножко в другой стилистике. Каждый режиссер несет с собой тот или иной стиль работы. Мы все разные, совершенно разные, поэтому нам нужно привыкнуть друг к другу. Я могу сказать то, что у нас получается. Это не без нервов, какой театр без нервов, конечно же. Это всегда столкновение углов острых, и нам нужно просто пообтесаться. В общем, в музыкальном театре разучивается очень много материала. Это и вокальный материал, и драматический, и танцевальный. И поэтому все классы задействованы по полной программе. Это и репзал, вокальный класс, балетный класс. Очень-очень много работы, и чем лучше и дольше она проводится, тем качественнее будет спектакль. Этот мюзикл написал замечательный композитор Владимир Баскин. Конечно, музыка совершенно новая, и вообще, на самом деле, ложится очень хорошо на сюжет, вот в этот вот сюжет. И композитор чувствует стиль, и музыка, конечно, интересная. Работать музыкантом на сцене не привыкать, но в этом мюзикле для них придумали свою хитрость. Готовится железная конструкция, и музыканты воспринимаются в буквальном смысле на высоту 2,5 метра. Первыми же к премьере начинают готовиться в швейном цехе. С августа крают по эскизам столичного художника платья, сюртуки и даже пальто. Но всего 350 штук для хора и для главных героев. Это платье на Джозефину из атласа. То есть заниженная линия талии, три ряда валанов. Сложность костюма, потому что женское платье нужно подоградать на мужскую фигуру. А это широкие плечи, естественно, отсутствие талии. Так что все приходится на месте конструировать. Конечно, каждая премьера для нас это, скажем так, бывает, как битва за Сталинград. Работа очень непростая, очень трудная и бывает иногда. А бывает, что на ходу придумываем технологии, как это обработать. Сначала все это вот так вот натягивается, проклеивается. Затем высекается форма, подгоняется по голове и принуждается на каркас. На следующей неделе артисты мускеатра выйдут на сцену в костюмах. Приедет столичный художник по свету. Финишная прямая, генеральные прогоны с декорациями. Здравствуйте, есть лишний билетик? Все билеты проданы. Спасибо. На 9, 10, 11 декабря все билеты уже проданы. Приходите в январе в следующем году. Андрей Торопов, Александр Серебренников. Вести Кузбасс. События.